Всем привет! Давно не было видеороликов на тему строительной темы. Ребята, кто строит, наверное, соскучились. Конкретно это видео посвящено жопобольной теме, такая проблема всех стран. Это та проблема, которая объединяет нас всех. Вас по ту сторону океана и меня тут. Это вывод строительного мусора. Что делать с мусором, который остается после демо? Что с этим делать? Я вам расскажу, как эта проблема решается конкретно тут, на острове. Нам здесь очень сложно. Остров очень красивый, мы его хотим сберечь. И поэтому, собственно, мусор выбрасывают здесь несколько не так, как в других местах. Что для этого пришлось купить? Я вчера поехал выбрасывать мусор. Меня не допустили на площадку, сказали, что нужна каска. Я сегодня поехал, купил каску. Я сегодня поехал, купил перчатки. И вот такую вот защитную футболку с длинным рукавом. Обязательно с длинным рукавом. И у меня новые боты. В общем, вся эта сейфти-фигня. Плюс, естественно, очочки вот такие. И только так тебя запустят на строительную площадку. Ну, а, собственно, о деталях, как это работает, сколько это стоит, давайте посмотрим в этом видео. Всем привет, это Рукдэнк. Так, переоделись. Вот в таком вот виде с длинным рукавом, в каске, в шапке. И придется надеть еще маску. Мы выдвигаемся вывозить мусор, которого у нас там в вене ковры. Но самый больной момент, это много мешков с плиткой битой. Потому что мы снимали плитку, делаем полы. И вот, собственно, из-за этой плитки весь сыр бор. Потому что на Гавайях много других бесплатных ресурсов, где вы можете выкинуть старую. Мебель, кухни, мойки, очень много всякого разного. Но, когда у вас полмашины бетона, да, битого, плитки битые, то такой вариант не прокатывает. Приходится вывозить в специальные места, где нужно платить за это денежку и выполнять целый ряд разных условий. Так что, поехали. Сейчас мы едем с вами. Я уже говорю с вами, как будто вы рядом со мной, в строчке сидите. Значит, еду с вами на West Side. Это западная часть острова Уапу. Именно там находится чудо-юдо свалка. Это частная компания. С ней государство, да, остров заключил договор. И вот все строительные, крупные отходы в плане бетона, цемента, камня, земли, вот таких вот вещей, все вывозится только туда. Значит, штраф на сегодняшний день 1250 долларов. Если увидят о том, что вы, ваша компания строительная, сбросила где-то это не в нужном месте. Но это дело тоже не только в штрафах. Вы же помните, что конкретно Руденко поддерживает акцию. И флешмоб называется «Не будь говном». Так, мы подъезжаем непосредственно разворот сейчас в никуда. Сворачиваем с основной трассы и выворачиваем. Вот этот трачок, я так понимаю, тоже едет на мусор. Опа! И тут именно жизнь гавайская. Обратите внимание. Тут наш бомжариум при въезде на помойку. Вот такое вот наши уже машины, не доехавшие до ментов, военные. Тут что-то тоже сбрасывали. Я так понимаю, тот, кто говно не довез до стройки, остается мудаком. И все-таки сбрасывают его на обочине. Это печально. Горы, конечно, завораживают. И рядом с этими горами мы сейчас подъезжаем непосредственно на место, где сбрасывают мусор строители. Вот так вот называется PVT Land Company. И тут вы можете все сбросить. Вот такой вот въезд. Сейчас мы подъедем на КПП. Контрольно-пропускной пункт. Отдадим свои документы. Позвоним, нам скажут код. В общем, схема работает следующим образом. Сейчас я расскажу, как это все на самом деле работает. Вы заполняете такую специальную форму, в которой указываете данные своей компании, коды, лицензии, сертификаты, номер машины, номер телефона. В общем, регистрируете свою компанию в системе. После этого вам дают ваш персональный код. Каждый раз, когда вы подъезжаете на КПП, вы называете свой код. По вам проводят эти данные. Также вы должны дать данные своей карточки. Через которые у вас потом будут чарджить. В зависимости от того, какой машины вы заезжаете. Конкретно вот небольшой трак с прицепом 8 фит. И вот мой вэн, полностью груженный всяким мусором. Стоит 52 доллара американских. Но нюанс в том, что вы подъезжаете на КПП, у вас проверяют все PPI, то есть средства защиты, проверяют саму машину, проверяют содержимое мусора. Потому что, например, тут нельзя выкидывать аккумуляторы, химические вещества, боеприпасы. Там целый список, чего нельзя выкидывать. Конкретно сюда я привожу бетон. Все, что связано с большим количеством бетона, битой плитки. Ну и дополнительно закидал, естественно, там всякие деревяшки, ковролин и так далее и тому подобное. Мусор, чтобы уже, скажем так, добить полностью и отработать 52 доллара по максимуму. Вот такая вот схема. Сейчас я позвоню, возьму свой код и поеду на КПП. Так, сейчас мы проехали КПП. Вам попросили не снимать. Требования выполнены. Теперь мы едем на скел. То есть это весы, взвешивание. Наш номер 2. Так, сейчас смотрим, проезжаем. Написано, телефоны нельзя, поэтому подъедем. Сейчас нас замерят. В общем, позвонил в компанию, говорю, тут никого нет. Что делать? Мне сказали, что сюда подойдет сейчас оператор и будут работать. Видно, с коронавирусом стройка идет неполным ходом, поэтому они не сильно активно работают. Вы заезжаете на весы, вас взвешивают, потом едете, разгружаетесь с весов. Заезжаете, одна машина одновременно заезжает на весы, вас взвешивают. Таким образом узнают разницу, сколько мусора вы, собственно, сбросили. Но я продолжаю ждать оператора. В общем, такая схема. Сейчас мне вот в эту штуку должна прилететь капсула. Подождем, мне это напоминает старый американский банкер. Опа, пошел процесс. Все шумит, тверкнется, крутится. Там, капсула упала. Я так понимаю, сейчас мы возьмем эту штуку. Блин, тут косы летают. Возьмем эту капсулу. Закрываем. Кладем сюда мои бумажки. Закрываем. Нажать для отправки. Нажимаем. И она... О, улетела. Все, капсула улетела. Садимся в машину. Подъезжаю к башне. Сейчас чувачок спустится и скажет, куда мне и что выкидывать. Вот тут. Короче, теперь мне надо приехать на рампу. Там уже какая-то куча мусора. Я должен остановиться. Я так понимаю, чувак мне скажет сейчас все это выгрузить. Блин, место, конечно, шикарное. Очень красиво. По сторонам. Тут такие горы. Жалко тут выбрасывать мусор. Но другого варианта нет. Так, это весь мой мусор. В мешках плитка. Я его просто выбрасываю вот сюда вот. Потом приедет трактор и загрузит это в другое место, отсортирует. Ну и вот там вон это все дело работает, хранится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, никто ничего не проверял на самом деле. Просто таких, как я, видимо, серьезных строителей, у которых очень маленький груз, потому что сюда такими большими траками завозят мусор. Таких ребят просто отправляют на отдельную ячейку, где потом отдельно они сортируют мусор, что, куда и где. То есть для маленьких контракторов есть маленькая зона, где они потом сами все сортируют, поэтому нецелесообразно тратить время на дополнительные проверки. Вот такой вот парнишка, у него рабочее место, он целый день сидит там и отправляет людей налево-направо. А вон там, вон сзади трактора работают, там цехи по переоборудованию. Но на самом деле очень чисто, очень все культурно. И там где-то сверху, я бы сказал, вот где-то тут, там уже непосредственно походу зарывают все вовнутрь, из числа того, что можно зарыть из камней. А все то, что металл, бумага, дерево отправляют отдельно на переобработку. Ну а мы едем обратно на весы. Значит, если кто-то из Гавайи смотрит это видео, захочет сюда приехать, помните, для Residential, то есть для вас, как для частников, приезжать нужно с 7 утра до часа 30 дня, потому что потом только контракторов запускают. Чек я забираю, сажусь обратно и уезжаю. Жарко, конечно. Я сейчас чуть-чуть отъеду и остановлюсь уже за воротами, чтобы ребятам пробку не создавать. И посмотрим, сколько мне встало все это удовольствие, на сколько мне выписали чек. Так, значит, данные снимают с вашей карты, которую вы регистрируете заранее. Сняли с меня 50 долларов за вывоза мусора. Они ставят максимальный вывоз. То есть вот я заехал, было 7 840 паунда. Вывез при выезде 6, 3 шестерки у меня. Шикарное число. То есть 1180 паундов это был мой мусор. Редактор субтитров А.Семкин